Книга «Открытым оком», том 3, вопрос 1186. Тема «Деньги». Марка, 10 глава, 24 по 27 стихи. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Иисус возрез на них говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Кавычки закрыты. «Объясните ответ Христа», – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Богатство» – это слово имеет в своей основе слово «Бог». И не случайно, потому что Бог – Создатель всего. И все богатство мира Ему принадлежит. И все мы получаем от Его щедрой руки. И Бог просит и умоляет нас, чтобы мы, страшно сказать, поделились с Ним тем, что Он нам даром дает, дает даром. Когда у человека нет надежды на Бога, он начинает брать заботу о завтрашнем дне на себя, теряет веру в своего благодетеля. Господь же предупреждает, не заботьтесь, я вас пропитаю, берите манну только на один день. И когда человек в основу всего кладет богатство, он делается для него Богом, идолом. Первое Тимофею 6.10. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Кавычки закрыты. Излишнее богатство – это как горпу верблюда, накопившего жир на черный день. Не богатство является причиной отдаления от Бога, а надежда на Него. Если человек уже привык купаться в роскоши, то отказаться от этого непросто. Это уже подвиг, как у Филарета, милостивого. И сам по себе нормально мыслящий человек, живущий без Христа, не должен идти на бедность и богатому непросто спастись. Для человеков это невозможно. Но когда душа полюбит Бога и направляет путь свой в узкие небесные врата, то она ради возлюбленного через милостыню сразу или по частям все это предварительно отправляет на небо, чтобы легче было бежать за возлюбленным. Субтитры создавал DimaTorzok